Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование книги Священного Писания Ветхого Завета притчи Соломона на библейском интернет-портале экзегет.ру И сегодня мы с вами рассмотрим 19 главу и читаем с первого стиха. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, со лживыми устами и при том глупый. Нехорошо душе без знания и торопливой ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Такие первые четыре стиха. Мы видим, что премудрый Соломон снова и снова возвращается с разных сторон к этой теме. Лучше бедный, ходящий в своей непорочность, нежели богатый, со лживыми устами. То есть, здесь он говорит о том, что богатому человеку, но лживому, богатство его не принесет никакой пользы. По той причине, что ложь есть грех, порожденный дьяволом. О дьяволе сказано, что он отец лжи. Поэтому такому человеку богатство не приносит счастье. «Нехорошо душе без знания и торопливой ногами оступиться». Действительно, о знании именно говорится при мудрости. Знание, которое научает пути Господню. Поэтому, говорит, нехорошо душе, то есть уму, чувство и воле быть без знаний. Свято место пусто не бывает. Свято место пусто не бывает. Свято место – это наша душа. В глазах Бога наша бессмертная душа, она драгоценна. «Ибо за нас Господь, как сказано, ибо так и излюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Именно за нас Он отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый, всякий верующий в Ее не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому нехорошо душе без знания. Хотя у апостола Павла мы встречаем другие слова. Знание надмевает, а любовь назидает. Знание, не всякое знание полезно человеку, и не всякое знание хорошо человеку. Поэтому знание знанию рознь. Есть сегодня в секулярном таком образовательной системе, когда говорят, вот знание, чем больше человек знает, тем он будет более эрудированный, там всесторонне развитый. Это глупости. Нельзя в человека натолкать столько знаний и сказать, что вот разносторонние знания сделают его мудрым. Об этом говорил еще, я напоминаю часто эти слова. Они, может быть, будут авторитетны для людей с секулярным мышлением. Потому что приводя слова отцов церкви, он скажет, а кто такие отцы? А вот, например, Гераклит, помните? То есть, историк, еленский, философ, он говорил так, многознание не делает человека умнее. Многознание не делает человека мудрее. То есть, не всякое знание делает человека целостным и мудрым. Поэтому знание, знание рознь. Об этом апостол Павел так и скажет. Знание надмевает. Если человек просто много знает, это может его надмевать. И не сделать его мудрым, потому что он надеется на знание. В этом смысле, хотя еще энциклопедия, это еще не мудрый человек. Богатство прибавляет много друзей. А бедный оставляется и другом своим. Вот здесь этот текст как раз подчеркивает богатство духовным, то есть богатство мудрости. Вот как об этом пишет Блаженный Августин. Цитата. «Богатство, познание и мудрости прибавляет нам много ангелов. А человек нечистый остраняется и от ангела, данному ему с детства. Ибо духовная любовь есть добродетель и познание Бога, а через это мы приобщаемся любви святых сил. Ибо сказано, что кающиеся люди и Спаситель называют друзьями своими, своих слух, так как Он удостоил их высшего созерцания». Помним Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих. «Не называю вас уже рабами, а друзьями. Вы друзья мои. В каком случае? Если исполняете заповеди Отца моего. Потому Христос говорит, все, что слышал от Отца, передал вам». Так и сказано, богатой мудростью прибавляет много друзей. Действительно, мудрого человека хочется послушать. А бедный оставляется и другом своим. Действительно, пустого человека, ну что с ним? Ну, здесь можно и увидеть, что не только духовный смысл, можно увидеть и буквальный. Богатство прибавляет много друзей. Помните эти слова из Нового Завета? «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». О чем это говорит? К чему здесь понуждает апостол Павел? «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». К чему Дух Божий призывает здесь человека? К тому, что ничего, что есть на земле, мы не заберем с собой. Это богатство неправедное. Что значит неправедное? Мы не сможем им оправдаться на страшном суде. Поэтому называется неправедным. То есть, правда она Божия не приносит. И говорит, при себе друзей, приобретайте этим богатством. Что это значит? Творите милостыню. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Милостыня нужна не для того, даже человека, которого мы творим. Даже не для него, а для нас самих. Почему? Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Вопрос. Нуждаемся ли мы в милости Божией? Кто ответит, что нет? Так и говорит, богатство проявляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Жесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Очень важные слова. Оставляю задуматься. Господь Иисус Христос был обвинен именно людьми, которые согрешили и приступили эту заповедь. Не лжесвидетельствуй. Это девятая заповедь закона Моисеева. Не лжесвидетельствуй. Помним, когда Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа обвиняли, то не за что было его обвинить. За что? За то, что пришел, людей больных исцелял, прокаженных очищал, мертвых воскрешал, голодных кормил. За что его было распять? Не за что. Так кого нашли? Лжесвидетели. Так и предупреждает здесь премудрый сломал. Лжесвидетель не останется ненаказанным. И кто говорит ложь, не спасется. Потому что дьявол — отец лжи. Если Бог — отец мира и любви, то дьявол — отец лжи. Ложь — это, в общем-то, очень распространенный грех, на который иногда люди не обращают внимания. Иногда люди даже врут сегодня просто так. Вот замечаю, в школьной среде там и еще в какой. Наврал в три короба. И вроде бы никому от этого даже плохо не стал. Ну, просто он преувеличил какие-то события и так преувеличил, что там столько вранья. Хоть огородка роди. Но это, тем не менее, ложь. Поэтому нужно остерегаться лжи, тем более глупой лжи. Многие заискивают у знатных и всякий друг человеку, делающему подарки. Ну, это тут без комментариев. Как только вот сейчас сессия началась, не знаю, в какое время будут это люди смотреть, неважно. Когда начинается сессия, я преподаватель. Сразу на столе и вода, и даже два вида. Минеральная, с газом и без газа. Да, цветы. Там чай какой-то. Полная организация. Ну, конечно, я не подозреваю своих студентов в том, что они хотят как-то заигрывать. Или заискивать. Они хотят как-то сотворить эту милость. Но для меня всегда вопрос, почему перед экзаменом. Наверное, сами ответят. Итак, бедного ненавидят все братья его. Тем паче друзья его удаляются от него, гонятся за ними, чтобы поговорить. Но и этого нет. То есть мы говорили здесь о бедности, которая богатстве бедности, то есть отсутствие мудрости. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжесвидетель, снова возвращается к этой теме, не останется ненаказанным. И кто говорит ложь, погибнет неприлично. Глупцу, пышность, тем паче рабу, господство над князьями. Мы знаем множество различных сюжетов из фольклора, из сказок, из истории. Когда, например, «Глупый король» и прочие сказки. Когда человек действительно хотел себя выказать мудрым, поверив глупым. Помните, это сказка «Голый король». Когда он хотел такого себе платья и послушал, но он был настолько глуп, что поверил, что вот эти люди, которые ему это советуют, они очень мудрые. Они действительно были мудрыми. Но здесь они так обличили королевскую вот эту вот глупость. Он был король, но был глуп. И все восхищались, помните? И говорили, ой, какое платье. Это как раз те самые, о чем было сказано немного выше. Эти приспешники, то есть люди, которые заискивали перед ним. Многие заискивают у знатных, то есть они видели, что он король. И тут один мальчик такой рыженький подбежал, говорит, а король-то голый. И обнаружила вся глупость и тех, и других, и его, и заискивающих перед ним. Далее мы читаем 11 стих. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Неоднократно эту мысль утверждает премудрый Соломон. «Благоразумие делает человека медленным на гнев». Как и будет сказано, будьте медленны на гнев. Об этом апостол Павел также скажет. «И слава для него быть снисходительным к проступкам». То есть снисходительным к проступкам других людей. Мы очень легко, часто прощаем сами себе какие-то поступки наши, опрометчивые или грехи. Но, как говорит Господь в Нагорной проповеди, «Что ты смотришь, но сучок в глазе брата своего, а бревно в своем не видишь?» «Своё бревно мы замечать не хотим». Премудрый Соломон говорит нам быть снисходительным к другим. Так и апостол скажет в другом месте, что если ты видишь человека согрешающего, исправляйте его в духе любви и кротости. «Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву. Глупый сын, сокрушение для отца своего, и сварливая жена, сточная труба». Так пишет. Действительно, здесь можно сказать, ну, например, на следующий стих, «Дом и имение наследство от родителей, а разумная жена от Господа». Снова к этой теме возвращается Премудрый Соломон, как мы видели в 18 главе и ранее, 18 глава, 22 стих, «Кто нашел добрую жену». Здесь можно, например, посмотреть свидетеля на Златоуста. Скажем, есть несколько цитат. Он пишет, цитата, «Кто есть те двое или трое, что собраны во имя Христа с Господом посреди них? Неужели это указание на мужа и жену, их ребенка? Жена при том соединена с мужем, самим Богом. Но если человек желает остаться один и избегает рождения детей, поскольку это отвлекает его от дел, то ему, как говорит апостол, хорошо оставаться одному». То есть, он как бы здесь приводит слова, премудрое слово, «Неседо опасаешься найти неразумного мужа и не опасаешься найти, говорит свидетель на Златоуст, неумную жену, то тогда, как тебе советует апостол Павел, оставайся один. И если не можешь, ищешь, и все для тебя кажутся глупыми». Ну, это глупый человек, а это глупая женщина. И продолжает. «Бог через своего сына пребывает в равной мере и с теми, кто женится и рождает детей, и с теми, которые разумно практикуют воздержание». Конец цитаты. То есть, да, прошу прощения, сказал свидетель на Златоуст, Климент Александрийский. Это пишет Климент Александрийский. То есть, здесь он как бы утешает человека, который уже, может быть, нашел не то, что искал и слишком идеализировал свою супружескую пару. В этом смысле у свидетеля на Златоуст, кстати, вот сказал о нем, и у него есть такие удивительные слова, когда он говорит, вот уже не помню, по-моему, это все-таки на комментарии на книгу «Бытия», когда какой-то есть там конфликт между семьями и жизнью патриархов. И вот комментарий точно помню. Он говорит, если ты вдруг нашел такую жену, и каждый часто получаешь от нее скорби, то есть какие-то слова дерзкие, вспомни, говорит, может быть, когда-то в юности ты с какой-то женщиной обошелся дерзко, и теперь Господь тебя исправляет через твою уже теперь жену. Вспомни, говорит, об этом. Вот мудрые такие слова. Действительно так задумаешься, ой, правда, там вот одноклассницу обидел. Было? Да, было. Еще раз там вот друга-то там ездили там в лагерь, помню тогда, тоже там обидные слова сказал. Ну вот теперь и получил. Гумеранг. В общем, для нашего воспитания всякая скорбь, посылаемая нам. Ленность, продолжая дальше, ленность погружает в сонливость, и неродивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а неродящий о путях своих погибнет. Ну, здесь понятно. Благотворяющий бедному... Вот удивительные слова. Вот мы до них дошли. Часто их произношу в своих проповедях и лекциях. Благотворяющий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Такие слова. То есть, дающий бедному дает взаймы Господу. Смотрите, как об этом пишет святитель Анзлатоуст. Цитата. Дадим, призывает нас, дадим взаймы Богу, всемилостивому, дабы воспринять от него милосердное воздаяние. О, сколько мудро это изречение! Благотворяющий бедному дает взаймы Господу. Почему же сказано просто? Почему не сказано просто? Спрашивает цитателин Златоуст. Почему не сказано просто? Благотворяющий бедному дает Богу. А сказано, дает взаймы. И отвечает. Знало Писание наше корыстолюбие, приметило, что алчность наша, питаемая любостяжанием, ищет излишества. Для того и сказано в нем не просто благотворяющий бедному дает Богу, дабы ты не подумал, что дело идет о простом возмездии, но, говорится, благотворяющий бедному дает взаймы Господу. Если Бог берет у нас взаймы, то Он уже наш должник. Итак, каким же хочешь ты иметь его, судьею или должником? Должник чтит дающего взаймы, судья же не щадит получаемого взаймы. Конец цитаты. Удивительно здесь заметил свидетель Леон Златоуст. Говорит, не просто дающий дает Господа, а взаймы. И пишет так, Бог знает наше корыстолюбие, и поэтому Примун Расламон сказал эти слова. Представляете себе, даем взаймы Богу. Вот сейчас, это наша налоговая вся система, то есть, когда люди что-то берут в банке, под что? Под проценты. Поэтому здесь, говорится, как бы тот человек, который дает, он как бы дает Богу, мы даем Богу под проценты, как бы залог. Надеемся получить. Дающий нищему надеется с процентами получить от Бога. Я думаю, что если люди в эту истину проникнутся, то завтра у нас нищика точно не будет. Вот если люди, имеющие возможность благотворить, да и всякий человек имеет возможность как-то помочь человеку совсем бедному. Если он проникнется этой мудрости, что дающий бедному дает взаймы Богу и получит с процентами, что? В жизни вечной. Многократно. Я думаю, что точно у нас социальное служение можно будет отменить. Итак, читаем далее. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Наказание всегда полезно. Мы знаем, что наказание не означает какая-то ненависть или месть по отношению к тому, кто будет своего ребенка издеваться. Это уж совсем люди с каким-то извращенным может быть сознанием. Наказывает всякий родитель дитя своего, как сказано, кого Господь наказывает, кого любит, того наказывает. Так и родитель. Ребенка любит наказывать, чтобы исправить. Но не возмущайся его, не возмущайся и не возмущайся его криком. То есть, если он вот как бы не хочет терпеть наказание. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если посидишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Мы видим, что гнев нуждается в особом исправлении. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Вот как важно. Слушайся совета и принимай обличение. Я думаю, что это к людям приходит более старшим уже в возрасте. Молодой человек не хочет слушать никаких обличений, он думает, что он всегда прав. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Какие удивительные слова. Много замыслов в сердце человека, но состоится определенным Господом. Какие планы мы только не строим, как мы только не думаем, с чего мы только не суетимся, но потом все происходит так, как мы и не думали и даже не ожидали. И так часто мы друг другу говорим, чтобы я когда-нибудь подумал, что я буду вот там-то и там-то, или буду тем-то и тем-то, или вот буду делать то-то и то-то, или мне достанется это или то, никогда бы в жизни сказали бы мне, что ты там вот так никогда да бы не подумал. Так и говорит премудрый Соломон. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Блаженный Августин так и пишет. Цитата. А то, что скрывается в намерении Бога, сознаюсь, не ведаю, ибо человек, ибо человек, потому и не ведаю, но очевиднейшим образом мне ведомо, что чем бы оно не было, оно праведнее, мудрее и тверже по несравнимому превосходству перед всяким человеческим разумением. Коринцитат. То, что называется промыслом Божиим. И далее. Радость человеку, благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Радость человеку, благотворительность его, действительно, помнят слова женого завета, блажений отдавать, нежели принимать. И тот, кто пробовал, знает. А кто не пробовал, пусть попробует, иначе не узнает. Радость человеку, благотворительность его. Далее 23 стих. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Действительно, то, с чего начинал премудрый Сламон, и то, что он повторяет в других главах, то, с чего начинал 1 глава 7 стих, начало премудрости, страх Господень. То есть, понимание того, все, что бы не делал человек, как об этом уже сказано в книге, Экклезиаста, принадлежащий премудрому Сламону, опять же, человек, делай все, что хочешь. Сын мой, как говорит, делай все, что хочешь на земле. Ну, помни, что Бог все это приведет на суд. Поэтому, пожалуйста. Никто свободы не отнимает, но помни, что все дела никто не избежит. Приведет Господь на суд. И далее. Снова возвращается к этой теме ленивый, опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Если ты накажешь кощудника, то и простой сделается благоразумным. И если обличишь разумного, то он поймет наставление. То есть, здесь мудрый Сламон говорит о том, что, как иногда наказание других людей, то есть, видя жизнь, что другой человек наказывается, Богом наказывается, другими людьми, это как некий пример для того, чтобы предостереть человека от неразумия. Иногда пример жизни того или иного человека рядом. Он намного действен, нежели много слов наставлений, назиданий. Разоряющий отца и выгоняющий мать сын срамной и бесчестный. Вот действительно страшные слова, если это происходит с кем-то в жизни, что разоряющий отца и выгоняющий свою мать. Вот в Воронежской области, в селе, где, откуда, в общем-то, там мой дед и моя бабушка, они мне рассказывают такую историю, когда я был совсем маленьким человеком, они видели ту самую продразверстку, когда у людей отнимали последний хлеб и все там, ну, заходили домой, там, это не раскулачиваемый, это просто был грабеж. И была одна, говорит, такая вот женщина там в этом селе, она сразу быстренько переформатировалась, одела кожаную куртку или варвер, ездила на лошади и отнимала там, в общем-то, у своих односельчан последние. И однажды ее родители, у ее родителей сгорел дом, она жила, ну, заняла себе, естественно, самый там серьезный дом, где там раньше жил так называемый кулак, этот кулак брал, как говорили, вилы и там, и навоз, и работала, и когда нужно было, и страда, там никто не отдыхал, все вместе работали одинаково. И она заняла его дом, а у ее родителей сгорело, сгорело жилище. Они пришли, они видели все, многие односельчане, как они целую ночь ночевали возле дома, просили, чтобы она пустила, а на улице была еще ранняя весна, то есть было достаточно холодно. Она не пустила к себе в дом. Страшное состояние человеческого духа. Так и пишет, разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамной и бесчестный. Но произошла такая история, когда она опять ехала на этой лошади собирать там что-то, опять грабить своих односельчан, там, пару человек, которые там были посильнее. Ну, мне так бабушка-седушка говорила, ну, кто они такие были? Да, бывшие алкаши, которые работать не хотели, а теперь они стали там продразверской заниматься. Лентяи, в общем-то, на селе. И когда, говорят, они снова начали грабить односельчан, вдруг что-то с лошадью произошло, то ли укусил, кто ее, или что. Как она рванула, и она, говорит, навзничь упала. И так получилось, что у нее был шарф такой длинный на шее, и это под колесо попало, и так лошадью удавило. Мост, там еще какая-то рогатульна стояла между этим, попала страшная смерть, как они рассказывали. Поэту, разоряющий отца своего и угонящий мать, сын срамной и бесчестный, я бы сказал, не останется без наказания. Перестань, сын мой, слушать внушение об отклонении, об изречении разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотает неправду. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых. Это, наверное, как премудрый сломон подводит всю мысль. То есть, человек, который нарушает пятую заповедь, которая сказана, что чти отца и мать, дам продляться дни жизни твоей на земле. Какая одна обратная перспектива для человека, который разоряет отца и выгоняет свою мать, которым премудрый сломон говорит, что он срамной и бесчестный. Наверное, перспектива такая, не почитающий свою мать и не почитающий своего отца будет на земле недолголетен. И смерть его скоро подкрадется к нему, как тать, как сказано, когда он и не ожидает. Вот то, что мы с вами почерпнули сегодня этой мудрости из 19 главы книги-притч премудрого сломона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok